Добби, домашний эльф Его тяжкую службу у Малфоев Обретение свободы Работу в колонии домовых эльфов Хогвартса Дружбу со знаменитым Гарри Поттером И, наконец, смерть от руки пожирательницы смерти Белатриса Ла Стрэндж Для подробного рассказа истории этого нетипичного домашнего эльфа Я пригласила друга с канала HPTV Live Ссылка на его канал в описании под видео Итак, жизнь домовика Добби Поехали! В первую очередь необходимо сказать, что домашние эльфы не принадлежат сами себе Они вечные наследственные слуги какой-либо волшебной семьи Чаще всего богатые и знатные Добби родился 28 июня Почти всю жизнь его хозяевами были темные волшебники Чистокровная семья Малфоев, которые обращались с ним очень жестоко Они часто издевались над ним Заставляли его подвергать себя дополнительным наказанием И угрожали ему смертью как минимум по пять раз на дню Добби привык, что ему угрожают смертью, сэр Хозяева угрожает убить Добби по пять раз на дню Добби – это особый персонаж семикнижии Мы всегда встречаем две стороны в каждом герое, что делает их живыми Гарри – отважный и преданный, но вспыльчивый и самонадеянный Гермион – умная и добрая, но в то же самое время чрезмерно категорично Дамблдор – добрый волшебник, но ради большого добра Способен рискнуть жизнями других людей С Добби все проще Он, как и в какой-то мере Палумна и Хагрид Местами простоват, но бесконечно чистый добр Он – одна из сторон мира, которые защищают Дамблдор и Гарри Поттер И то, как он появляется в сюжете, очень важно Джон Роулинг показывает нам, что даже самые добрые герои В нечеловеческих условиях могут сохранять человеческое лицо При этом совсем не обязательно быть человеком Добби жил в постоянных издевательствах и унижениях в поместье Малфоя Пока в 1992 году не узнал о планах своего хозяина, Люциуса Малфоя Вновь открыть тайную комнату в школе чародейства и волшебства Хогвартс Добби не хотел, чтобы тот, кто сверг самого темного волшебника Был убит чудищем тайной комнаты, потому решил предупредить Гарри Поттера Он прибыл в дом Дурсли и призвал юного волшебника ни в коем случае не возвращаться в Хогвартс, попутно признавшись, что перехватывал все лето почту Гарри Поттер категорически отказался подчиниться просьбе домовика Тогда Добби навел парящие чары на пудинг Петуни и Дурсли Это заклинание было обнаружено Министерством магии с помощью так называемого надзора Чар, которые накладываются на несовершеннолетних волшебников Точнее не на них самих, а на то место, где они живут Если это место – район проживания маглов И поблизости нет ни одного взрослого волшебника Из-за чар Добби Гарри получил предупреждение от Министерства магии Из этого письма Дурсли узнали, что Гарри не вправе колдовать за пределами школы Тогда родственники заперли мальчика в его комнате Правда, позже его все же спасли Рон Фред и Джордж Уизли На летающем автомобиле Артура Уизли Невозмутимый Добби тогда решил закрыть барьер на платформу 9,75 Чтобы Гарри и Рон не попали на Хогвартс Экспресс Это не сработало, лучшие друзья просто полетели на том же волшебном форде мистера Уизли прямиком в Хогвартс Добби был так шокирован тем, что Гарри и Рон все же добрались в школу Что нечаянно сжег ужин Малфоев За что, естественно, потом был наказан Наконец, Добби предпринял свою самую рискованную и опасную попытку Отправить покалеченного, но живого Гарри Поттера обратно в дом номер 4 по Тисовой улице Во время матча по Квиддичу домовик заколдовал Бладжер, чтобы тот преследовал Гарри Мальчик всю ночь провел в больничном крыле школы Добби и там появился Опять умолял Гарри покинуть Хогвартс И признался во всех своих деяниях Разозлив Гарри до такой степени, что тот пригрозил придушить эльфа К концу учебного года Люциус Малфой прибыл в Хогвартс Захватив с собой Добби Гарри поместил свой грязный носок в дневник Тома Редла И передал этот дневник Малфою-старшему Обвинив того в фактическом открытии тайной комнаты Люциус открыл дневник, обнаружил носок и выбросил его прочь Но Добби успел поймать желанный предмет одежды Наконец получив свободу от Малфоев Хозяин дал Добби носок Хозяин подарил Добби одежду И теперь Добби свободен Взбешенный Люциус попытался атаковать Гарри Но Добби отбросил его своей магией вниз по лестнице Домашние эльфы обладают своей особенной мощной магией И способны на такое волшебство, на которое не способны маги При этом обходятся они без волшебных палочек Единственное, что попросил Гарри в обмен на освобождение Добби Это чтобы домовик никогда больше не пытался спасти его жизнь Добби два года бродяжничал по стране Никак не мог найти работу, так как требовал зарплату Однажды он навестил свою старую знакомую Домашнего эльфа чистокровной семьи Краучи по имени Винки И обнаружил, что та тоже свободна Он решил искать работу вместе И тут его осенило Единственное место, куда могут принять двух домовиков Это Хогвартс Альбус Дамблдор с удовольствием принял Добби и Винки Директор платил Добби один галеон в неделю И предоставлял ему один выходной день в месяце Гермиона Грейнджер, основательница Гражданской ассоциации восстановления независимости эльфов Или попросту говне Была возмущена такими рабскими условиями труда Однако Добби заверил ее, что это он сам настоял на таких условиях Дамблдор предлагал ему 10 галеонов в месяц и 2 выходных в неделю Но если Добби с радостью берет и жалование, и одежду Его подруга Винки гордо от всего этого отказывается Она изо всех сил старается сохранить свою порядочность Как она ее понимает? Да, Винки запятнавший себя эльф Но Винки зарплату не требует Винки так низко не пала Винки очень-очень стыдно быть свободной Своё горе Винки заливает сливочным пивом Постепенно превращаясь в вечно пьяное неопрятное существо Только Добби продолжает о ней заботиться Остальные эльфы Хогвартса старательно делают вид, что Винки не существует Какое-то время Добби был единственным домашним эльфом Хогвартса Прибиравшим в Гриффиндерской башне Потому что Гермиона прятала среди мусора одежду Надеясь таким образом освободить эльфов Хогвартса Сами домовики считали это оскорблением И отказывались убирать в Гриффиндерской гостиной К немалому счастью Добби, который всегда был рад Увидеться таким образом с Гарри Поттером и его друзьями Немногим позднее Добби выкрал для Гарри жабросли По подсказке лже-грозного глаза Грюма Именно эти жабросли использовал Гарри во время второго задания на турнире трех волшебников В какой-то момент Добби подружился с братом директора Аберфортом Дамблдором И частенько наведывался к нему домой в гости Когда в 1995 году Долорес Амбридж запретила любые собрания учеников Гарри Поттер без особого энтузиазма спросил Добби Знает ли он о каком-нибудь потайном месте в Хогвартсе Где могли бы собираться члены отряда Дамблдора Тогда Добби с радостью рассказал о выручай-комнате Которую использовал для того, чтобы прятать там винки Когда-то была совсем пьяной от сливочного пива Так отряд Дамблдора нашел место для своих постоянных тренировок в защите от темных искусств Когда подруга Чоу Чанг, Мариетта Эджком, предала отряд Дамблдора и рассказала все профессору Амбридж Добби немедленно предупредил Гарри о приближении инспекционной дружины Хотя домашним эльфам Хогвартса было запрещено говорить об этом Но Добби был больше предан Гарри, чем директору Амбридж или Хогвартсу вообще Узнав об этом, Гарри попросил Добби не наказывать себя за неподчинение прямому приказу Амбридж Несмотря на предупреждение Добби, Гарри и другие члены отряда Дамблдора все же были схвачены и наказаны Гарри попросил Добби и другого домовика по имени Кикимер Который всю жизнь принадлежал древнейшему и благороднейшему семейству Блэков Но теперь был в собственности Гарри Поттера следить за драком Малфоем Кикимер оскорбил Гарри и заявил, что Драко был бы ему лучшим хозяином Добби из-за этих слов начал с ним драться Выбил Кикимеру несколько зубов и со слезами на глазах сказал, что Гарри великий волшебник А семья Малфоев плохие хозяева для домашнего эльфа Добби считал, что помогать сэру Гарри Поттеру было честью И он бедный даже ни разу не спал во время этой своей слежки за Малфоем Когда Гарри, Рон и Гермиона попали в плен в поместье Малфоев Гарри в отчаянии обратился к осколку волшебного зеркала своего крестного Сириуса Блэка И попросил о помощи Другой кусочек этого зеркала был у Аберфорта Дамблдора И тот тут же отправил на подмогу Добби Домовик немедленно транскрессировал в подвал поместья Так как из подвала мог транскрессировать только Добби Гарри попросил его сначала переместить Гаррика Оливандера Палумну Лавгут и Дина Томаса в безопасное место Коттедж Ракушка, Билла и Флёр Уизли Гарри и Рон в это время попытались спасти Гермиону и Крюкохвата Но были вынуждены сдаться Когда Белатриса Ла Стрэндж пригрозила перерезать горло Гермионы своим серебряным кинжалом Но тут в поместье вернулся Добби И обрушил на Белатрису огромную люстру Воспользовавшись моментом, Рон схватил Гермиону и транскрессировал Гарри взвалил на себя Крюкохвата, схватил за руку Добби и тоже транскрессировал В этот момент Белатриса швырнула свой серебряный кинжал в Гарри Оказавшись у дома Билла и Флёр Гарри с ужасом обнаружил торчащий из груди домовика серебряный кинжал Добби с большим трудом смог только произнести имя друга И тут же умер В экранизации Даров Смерти ему добавили больше реплик перед смертью Гарри решил похоронить друга как следует, без помощи волшебства Он долго рыл могилу В какой-то момент к нему присоединились Рон и Дин со своими лопатами Гарри поуютнее закутал Добби в свою куртку Рон разулся и надел свои носки на босые ноги домового Дин отдал свою вязаную шапку и Гарри осторожно надел ее на голову Добби, натянув на уши. Добби был очень трудолюбив и умел позаботиться о тех, кому он был нужен. Так он поддерживал потерявшую работу Винки. Он помог ей устроиться в Хогвартс и пытался отучить от тяги к сливочному пиву Когда Гарри Поттер и его друзья попали в плен, он, не раздумывая, бросился к ним на помощь. Добби являет собой пример образцовой храбрости, верности и любви. Как ты смеешь не служиться своих хозяев? У Добби больше нет хозяев. Добби свободный эльф. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то не забывайте ставить лайк. Заходите на канал HPTVLive, чтобы посмотреть ролик с моим участием о том, почему фанаты Поттерианы не любят Гарри Поттер и Проклятое Дитя. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше подобных видео о персонажах волшебного мира Гарри Поттера. Напишите в комментариях под видео, что вы думаете о Добби. Также оставляйте в комментариях свои предложения о теме следующего ролика. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, особая благодарность подписчикам канала, имена которых вы видите на экране, за поддержку моего канала на patreon.com. Миниево, Косевики, Анастасия, Дарья и Фрея. Спасибо вам большое, вы просто лучшие. Если вам тоже нравятся мои видео и вы хотите поддержать канал и выпуски новых роликов, переходите по подсказке или ссылке в описании под видео на Patreon. Пока-пока!